Добрый день, друзья! Сегодня моя очередь начать наше совещание на троих. И мне достался очень тяжелый день, с одной стороны, очень радостный день, с другой стороны, 26 апреля. Почему-то я все время говорю февраля, а думаю об апреле. Но дело в том, что 26 апреля, ровно 37 лет тому назад, мне, киевлянке, довелось узнать о том, что такое Чернобыль. Вернее, я знала о Чернобыле раньше, у меня бабушка родная была рождена в начале прошлого века именно в Чернобыле. И так случилось, что за год до Чернобыльской аварии я побывала там с бабушкой, с папой и посмотрели на тот дом, в котором жила бабушкина семья. Ровно через год мне довелось тоже побывать там в 1986 году и увидеть тот дом. Но это уже была страшная поездка, их было много на протяжении определенного количества дней летом 1986 года. Я занималась тем, что написано в моей книжке. Я журналистикой занималась. Мы снимали передачи там, мы туда ездили. И я помню каждый кадр, каждый километр пути. Я помню лица людей. Я помню все. Я не могу это забыть, потому что я помню лица тех людей, которых уже не стало буквально. Вот мы приезжали в один день, а потом их несколько дней. Потом они уходили. Я помню третьего секретаря Припятского горкома партии, Галину Ивановну Трианову. Молодую женщину, очень позитивную, которая увидела меня, молодую журналистку. Она всплеснула руками и сказала, а тебя за что, детка? И вот это тебя за что, детка? Я всю жизнь буду помнить эти слова и лицо этой женщины. Я буду помнить лица вот тех ребят. А их за что? А миллионы других за что? Но Чернобыль. А сегодня в Украине война. И вот таких зон отчуждения очень много. И это очень горько. Это очень больно. Но мы говорим о том, что мы констатируем сегодняшнюю дату. Сегодняшняя дата радостна для Израиля. Сегодня 75 лет тому назад Израиль проразгласил свою независимость. 75 лет и тысячелетие блуждания для того, чтобы вернуться на свою землю. И сегодня это право Израиля на существование опять оспаривается. Мы говорим теперь о другой трагедии. Но я знаю, что «Ам Исраэл Хай». Потому что это самое главное. Что несмотря на то, что прошли века, прошли тысячелетия, народ всегда Израиля возвращается в свой дом. И мне только остается сказать, чтобы вот эти 75 лет стали тысячелетиями Израиля. Чтобы новые люди рождались на этой земле. Потому что эта земля показывает пример другим народам. Эта земля показывает, этот народ показывает пример другим народам. Это народ великой книги, великой мудрости, великой человеческой философии бытия. Так что я поздравляю всех израильтян, которые нас смотрят. Я поздравляю всех евреев, неевреев. Потому что есть вещи, которые независимо от национального или религиозного. Я желаю Израилю процветания. Я желаю моей Америке процветания. Мне очень хочется, чтобы она тоже просуществовала. Мне хочется, чтобы она не просто существовала, чтобы она жила и развивалась. И те вещи, о которых мы сегодня будем говорить с моими друзьями и коллегами, они, к сожалению, с одной стороны, достаточно грустные. Но мы не грустим. Мы будем говорить о тех вещах, которые нас окружают. Здравствуйте, мои дорогие коллеги. Извините, что я немножко задержала вступление. Здравствуй, Игорь Туфель. Здравствуй, Микс Хок. Я очень рада вас видеть. Взаимно мы тоже рады. И мы тоже присоединяемся к поздравлению 75-летия государства Израиля. Еврейского государства. Единственное место, где могут жить люди, которых объединяет национальность. И, кстати говоря, в этой связи я просто хотел добавить, что, к сожалению, Израиль не стал исключением. Факты антисемитизма там тоже присутствуют. Так что, несмотря ни на что, Израилю исполнилось сегодня 75 лет, 5-го ияра. И мы отмечаем этот праздник и поздравляем всех, всех, кто отмечает этот праздник вместе с нами. Я тоже добавлю от себя, что если Всевышний сказал своё слово, то любые попытки воспрепятствовать ничем хорошим не закончатся. Поэтому, если Всевышний установил определённую территорию для того, чтобы на ней жил определённый народ, то так оно и будет. И как бы кто ни старался, как бы кто ни пытался, сколько бы там сотен лет ни прошло, всё равно мы видим, что в результате расцветает цветок в пустыне, и Израиль находится там, где он должен быть. Не нравится? Пишите туда. Хочу добавить такую цитату, которую сказал не самый религиозный политический деятель Израиля, первый премьер-министр, достойный человек, наверное, Давид Бен-Гурион. Он после окончания войны за независимость в 1949 году сказал, что тот, кто живёт в Израиле и не верит в чудеса, не является реалистом. Вот сегодня 75-летие этого государства подтвердило слова Бен-Гуриона. Ну, а мы, наверное, продолжим о чудесах, потому что нам чудеса предлагает 46-й президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден. Предлагает продлить своё чудо пребывания в Белом доме. И он вчера официально огласил о том, что он будет баллотироваться на второй срок. Бурные аплодисменты, переходящие в овации. У поколения есть момент, когда им пришлось встать на защиту демократии, постоять за свои основные свободы. Я считаю, что это наше. Вот поэтому я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединённых Штатов. Присоединяйтесь к нам, давайте закончим работу. Ну, вот так вот он решил закончить работу и написал об этом твит, потому что мы теперь общаемся исключительно с политиками в Твиттере. Господа мои хорошие. Я бы сказал, исключительно с Байденом. И не только с Байденом. Твиттер – это у нас теперь основной источник информации. Я хочу вам задать вопрос. Вы очень рады вот этому сообщению об окончании работы? И как вы воспринимаете, вот я хочу закончить работу? Она очень двояко звучит, эта фраза. Ну, я могу сказать, что лично я рад тому, что Байден выставил свою кандидатуру. Во-первых, объясню почему. Во-первых, это говорит о том, что у Демократической партии на сегодняшний день нет достойного кандидата, который может заменить нынешнего президента. Сам по себе этот факт достаточно печальный и трагический, я бы даже сказал, для Демократической партии. Пока выставил кандидатуру, как мы знаем, Роберт Кеннеди-младший, сын Роберта Кеннеди, погибшего в 68-м году от руки палестинца Серхана Серхана. Но даже в Демократической партии его воспринимают очень негативно, потому что он открыто критикует те вещи, которые критикуем и мы. Например, он открыто заявил о том, что он категорически против и считает, что это нарушение демократии, когда правоохранительные органы вмешиваются в частные компании, соцсети дают им указания, как это было с Твиттером и Фейсбуком, по словам владельцев этих компаний. Он также заявил о том, что он против цензуры, и, безусловно, это вызвало резкую критику со стороны его оппонентов по партии. Микс, ты что-то сказал? Ужас же, ужас же. Как это не... Что значит правоохранительные органы не могут вмешиваться в работу соцсети? Ну, что же это за... Это вы что же, как в Америке, что ли, хотите? Нет, ребята, как это? Нормальный коммунизм, он такого себе не позволяет. При нормальном коммунизме все должно контролироваться государством. Поэтому какой там Кеннеди? Нет уж, нет уж, пусть все со своим Мэрлин Монро целуются. Не надо нам таких кандидатов, истинным демократам. Вот, я что хотел сказать. Я хочу еще дополнить. Вот когда я сказала закончить работу, но, естественно, мы же говорим, что в социальные сети реагируют, а сенатор, республиканец из Арканзаса, Том Куттен, он написал тоже в Твиттере, «Закончить работу» звучит, как угроза, основываясь на послужном списке Байдена. И вот, ну, можно это воспринять, но это действительно как угроза звучит. Мы будем заканчивать работу. Естественно, тут же Хиллари Клинтон проснулась и стала аплодировать дуэту Байдена и Камалы Харрис. То есть мы сейчас наблюдаем какое-то дежавю, которое уже было. Вот было ровно три года тому назад. И сейчас он... Да, да, да. На самом деле я просто хотел сказать, что о дуэте говорить пока рано, потому что на самом деле не Камала Харрис решает, будет ли она вице-президентом, а решает президент, который, как мы знаем, в общем-то, следует указаниям выше, не тем, на которые указал сегодня МИКС в начале передачи, а указанием других, так сказать, более приземленных особ. И, в общем-то, как мы видим, последние два года, первые и последние два года, ее пребывание на посту вице-президента, в общем-то, вызывает достаточно серьезную критику и внутри демократической партии. Так что то, что она говорит о том, что она тоже будет заканчивать работу, то это можно будет воспринимать совершенно в другом, в прямом смысле этого слова. Так что от нее в этой ситуации вообще ничего не зависит. И более того, у меня были подозрения, и не только у меня, многие и журналисты, и эксперты говорили на эту тему после того, как Байден принял инаугурацию, стал президентом, то многие говорили, даже такая пословица появилась, что мы говорим Байден, подразумеваем Камалу Харрис. То есть все думали, что через несколько месяцев произойдет применение 25-й поправки. Камала Харрис, как вице-президент, заявит о том, что президент болен и не может больше выполнять свои обязанности, очень сложные, тяжелые и напряженные. И, соответственно, вся власть перейдет к ней, вся власть народу. Как мы знаем, говорили так в то время, в 17-м году. Так что здесь вся власть советом, да. Вот как раз в отношении советов это очень правильное замечание, потому что советов у Камалы Харрис не занимать. Она постоянно любит давать советы, и при этом каждый совет у нее заканчивается истерическим смехом, о котором уже, по-моему, стали говорить всякие притчевоязыцы. И, в общем, в этой ситуации Байден сказал свое слово, но слово Камалы вообще не имеет никакого значения на сегодняшний день. Это просто надежды на то, что будет так же, как это было в 2020 году. Но хочу здесь предупредить всех наших читателей, почитателей, зрителей, слушателей, что если этот дуэт пойдет в таком же варианте, то для демократической партии это может закончиться очень трагически. Если же они уже не подготовили вариант Б, о котором мы пока говорить не будем. Но знаем по итогам выборов 2020 года, чем этот план Б закончился. Да, букву Б можно по-разному вообще переводить на русский язык, но план Б имени Джозефа закончился очень печально, потому что этот человек, который говорит о демократии, это как плевок к демократии, потому что он нарушает абсолютно все, к чему он прикасается. Я его когда-то сравнила с царем Медасом, только тот превращал все в золото, а это все превращает вот наоборот, не в золото. Он 46-й президент. Я хочу просто сказать, что до этого он 36 лет, 36 лет с 83-го года, нет, 73-го года, отсидел сенатором штата Делавер. Это вот того самого коррупционного, самого с отмывающими схемами штата, куда можно прийти и спокойно мыть деньги со всего мира. Это такая прачечная американская штат Делавер. Он был, в общем-то, вице-президентом 4 года, 47-м, ну и стал... Восемь. Что? Восемь лет. Восемь лет. Восемь лет, да, восемь лет. И четыре года он отсидел, уже президентом, ну не отсидел пока что только два с половиной, но президентом. Ему еще сидеть полтора года, а дальше он мечтает еще. В настоящий момент ему 80 лет. Что будет через полтора года, мы не знаем, потому что его состояние синильности проявляется абсолютно во всем. Он не помнит ничего. Его единственное удовольствие в жизни – это мороженое облизать на публике. И что сказать? Когда мы говорим о демократии, все чаще вспоминаешь Людовика XIV, государство – это я, потому что государство в лице Байдена – это именно он. Это он, это его коррупционные схемы, это его коррумпированные дети, это его коррумпированное... Все, к чему он прикасается. Я не зря вспомнила о Медасе наоборот. Везде коррупция. И Байден везде во главе всего этого. Выдержит ли наша страна пребывание Байдена дополнительно? Я не уверена. Если говорить о двоице вот этой, я сейчас коротко, то мне кажется, что Боливар не выдержит боих. Ни Байдена, ни Камалу Харрис. Микс. Да, мне просто кажется, что мы слишком серьезно относимся к его этому заявлению, потому что, ну, во-первых, крайне редкий случай на моей памяти, когда бы президент, действующий, проходящий через первый срок, не объявлял бы о том, что он собирается баллотироваться на второй срок. Это, в общем, как бы, ну, такое общее место, и это как-то, ну, такая политическая традиция, поэтому в этом плане, в общем, ну, ничего такого нового, из ряда вон выходящего, удивительного Байден не сделал. То есть я уставлю, я ухожу. Не, не, я не говорю, что все всегда, да, ну, то есть, ну, в принципе, в основном, как правило, большая часть президентов действует... Ни Друкман, ни Линд Фронсон официально заявили о том, что они не будут баллотироваться на второй срок. Да, да, я говорю, что случаи были. Да, Игорь, я говорю, да, случаи были, но в целом, в основном, большинство все равно выходило на следующий срок. Далее, что говорить, они создают информационные поводы, они заполняют эфир. Вот сейчас, например, да, масс... Вот мы даже сидим и обсуждаем то, что Байден собрался баллотироваться на второй срок. И в это время проходят какие-то более важные события, проходят слушания комиссии Конгресса по расследованию той же коррупции семьи Байдена, да, но почтеннейшая публика во всех Соединенных Штатах обсуждает то, что Байден будет баллотироваться в свои 80 лет на второй срок. Ну, то есть, они создают определенную, они создают такой шум информационный, в который, в который как можно больше людей должно вовлечься. Это, на самом деле, мне кажется, сегодня это ничего не значит, то, что он сказал. Ну, он сказал, он сегодня одно сказал, завтра другое. Завтра скажет, что я устал, я ухожу. И опять же, будет неделю обсуждать, чего же он так бедный устал, потому что, собственно, он из отпусков, по-моему, не вылазит за все это время в свое президентство. У него там постоянные отпуски все время, он все время где-то отдыхает. Вот. Ну, то есть, я не думаю, что он действительно всерьез. Ну, во-первых, я уже не раз говорил честно, что я вообще не уверен, что он понимает, что происходит. Вот у меня четкое ощущение, что он озвучивает какие-то данные ему тексты, не очень отдавая себе отчет, что он говорит, что происходит вокруг него. Поэтому мне кажется, что он в данном случае вот именно как такая кукла на руке надетая, которая просто, ну, делает какие-то движения неосмысленными. И не то, что у него есть какие-то намерения. Поэтому я думаю, что я его сейчас просто использую для того, чтобы создавать некую картинку, в которую публика должна верить. И, может быть, это используется как прикрытие для вывода какого-то совершенно другого кандидата. И, как мы знаем, есть такой прием, когда на контрасте работает. Да, когда если вам, ну, вот, если все демократы будут тут в течение полугода, например, жить с идеей, что у них кандидат это Байден, а потом вдруг появится какой-нибудь не очень хороший, но молодой, крепкий и внятно разговаривающий человек все моментально сразу вау, ну вот, наконец. То есть, может быть, без такого контраста никто бы не обратил на этого кандидата внимания. А учитывая, что это будет противовес Байдену, это сразу поднимет очки. То есть, такой прием тоже есть. Он используется в политической игре довольно часто в разных странах. Я не думаю, что в этой ситуации... Ты сама, я абсолютно не согласна, что тоже. Да, но дело не в этом. Вообще, мне кажется, что мы слишком много уделяем времени фигуре 46-го президента, потому что есть не менее важные новости. Мы как бы закончили говорить о новом аттракционе Джо Байдена, который произошел не дали, чем как вчера, но обсуждаем мы это сегодня. И перейдем к еще одной новости, достаточно, по-моему, даже более сенсационной. это Такер Карлсон, которого уволили с компанией Fox. И сегодня уже стало известно, что это действительно увольнение, потому что вначале такое было витиеватое заявление, что компания Fox и Такер Карлсон решили расстаться, их пути расходятся. Да и партит. По-английски это звучит. Но сегодня уже поступила информация о том, что Такер Карлсон был уволен. Есть несколько версий, что это сделано непосредственно по личному указанию Руперта Мердека, есть другие версии. Но мы это все постараемся обсудить, а пока вопрос остается такой, на какой крыше будет жить Карлсон. Мне, честно говоря, если вот ты говоришь о крыше, если ты говоришь сейчас о крыше, я в предположении, вот буквально пару часов тому назад, буквально два часа тому назад или три, вышла огромная статья. У нас же всеведущая ока, вот это есть, называется The Washington Post. Вышла статья для Мердека Такер Карлсон стал большой проблемой. И далее просто описывается та встреча, которая произошла у Мердека с Такером Карлсоном в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, буквально две недели тому назад. Мердек был очень недоволен Такером Карлсоном. И я читаю дословно, в тот конкретный момент он был обеспокоен позицией Карлсона по Украине. Да, именно позиция Карлсона по Украине. На графике шоу Карлсона Владимир Зеленский должен был быть президент, осаждаемый нацией, назывался украинским сутенером. И ведущий неоднократно осуждал правительство США за оказание помощи в его защите от российского нападения. Эта позиция сделала Карлсона звездой российского государственного телевидения. Это один фактор. Другой фактор. Они нанесли яростный удар влиятельным республиканцам, которые рассматривают помощь США в Украине как оплот борьбы за свободу и демократию, которые вкладывали Мердеку именно эти вопросы. Помощь необходима. Поэтому я думаю, что вот эта версия вполне правдоподобна. Учитывая агрессию по отношению агрессивное выступление каждый раз на протяжении всего года войны, Таттл Карлсон озвучивал просто российский нарратив. Соловьев, Симонян, Russia Today и всех вот этих ястребов российских. Вопрос возникает, насколько Таттл Карлсон скомпрометирован. Потому что только человек, который может быть скомпрометирован чем-то, может так яростно отстаивать интересы Российской Федерации в американском медиапространстве. Учитывая, что Таттл Карлсон имеет самую большую имел, самую большую аудиторию, 3 миллиона в день. Мы, Игорь, с тобой как раз об этом говорили. Вечером его смотрело 3 миллиона. А те предложения, которые дальше могут поступать, это пока что только предположения. Я знаю, ты сегодня внимательно наблюдал и слушал за теми предположениями. Мы, господа, как-то разделяемся каждый раз в своих преференциях. Вот Игорь слушает одно, я другое, микс 3. И дальше мы обмениваемся нашими впечатлениями. Игорь, что у тебя? Ну, из того, что я слышал, там вообще не упоминалась эта причина Украина, Россия и так далее. Там упоминалась другая причина, причина чисто политическая, внутренне политическая. То есть, то, что ты сказал, это, безусловно, тоже политическая причина, но это внешнеполитическая. А здесь речь шла о внутреполитической проблеме, которая была связана с тем, что Такер Карлсон получил эксклюзивное право на трансляцию материала 6 января. После этого демократическая партия и все левые каналы просто были в ужасе, в панике. Они действительно не знали, что делать, причем допускали такие ошибки, которые просто недопустимы в средствах массовой информации, даже в средствах массовой дезинформации. Они говорили о том, что Такер Карлсон просто лжет, что он врун, что он намеренно искажает правду. Какую правду он может искажать, если он просто показывал документальные кадры, он ничего не говорил от себя, он комментировал, минимальные комментарии были, но именно это и привело их в ужас и вызвало у них совершенно неописуемую панику. После этого, что вообще никогда не было в американской политике, лидер большинства в Сенате, демократ, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер открыто обратился к Руперту Мердоку, владельцу канала Fox, с требованием уволить Такера Карлсона за распространение лжи, порочащей американскую демократию, то есть это вообще уже просто, вот как была статья, какая там, 64-я или 70-я, по-моему, 70-я, которая клевета, порочащая советский строй. Вот это абсолютно то же самое по-английски, только статьи такой нету, но обращение Чака Шумера было. Это, безусловно, был совершенно беспрецедентный и, на мой взгляд, просто абсолютно наглый выпад против свободы пресса. Человек может говорить все, что угодно. В Америке есть первая поправка Конституции, тем более, когда речь идет о частных компаниях. И тут вдруг с трибуны Сената человек, не последний какой-нибудь там новичок, который только был избран, а человек с опытом, который возглавляет большинство в Сенате, значит, высказывает мнение этого большинства, обращается с требованием уволить Карлсона. И вот как раз его увольнение произошло тогда, когда на этой неделе проходят, в общем-то, очень важные закрытые слушания в комиссии, юридической комиссии и в комиссии по надзору, которую возглавляет Джим Джордан и Джеймс Коммер. Мы знаем, что Такер Карлсон получил от спикера Палаты представителей Кевина Маккартни это эксклюзивное право на просмотр. Ни один другой канал, более того, ни один другой журналист этого не получал. Из этого следует, что у Такера Карлсона очень тесные годами выработанные связи с Кевином Маккартни и с Джимом Джорданом и с Джеймсом Коммером. Не такие, как у Шона Хеннеди и как у Лоры Ингмор. Они не получили этого эксклюзивного права, и мы знаем, что их связи не такие тесные, как у Такера Карлсона. И увольнение происходит именно в тот момент, когда Такер Карлсон по всей вероятности, можно даже с уверенностью сказать, что он получил бы всю эту эксклюзивную информацию от этих трех ведущих республиканцев в Американском Конгрессе, то есть от Кевина Маккартни, от Джима Джордана и от Джеймса Коммера. И его увольнение привело к тому, что сейчас эту информацию, по крайней мере, на канале Фокс, а где окажется Такер Карлсон, в любом случае, он не начнет работу завтра. И эта информация уже потеряет всю свою актуальность. Это другая версия. В том числе и немножко добавленная от меня лично, как тоже человек, который немножко получает некую информацию из определенных источников. Микса. Ну, я просто мне действительно при всей моей любви к Украине кажется, что украинская версия несколько натянутая, потому что в действительности, когда такого уровня игры начинают играться, все-таки увольнение Такера Карлсона, это не выстрел в ногу для Фокса, это фактически выстрел в голову, потому что мы знаем, что уже на миллиард, миллиард долларов потерял Фокс в ценных бумагах после этого увольнения. То есть они фактически сейчас покатились чуть ли не быстрее, чем CNN вниз финансово. Это очень серьезная на самом деле такая штука, и это было предсказуемо. Это не то, что и Руперт Мердек не идиот, это человек, который заработал огромные деньги в течение жизни, он прекрасно понимает, кто за что платит, кто чего стоит. И поэтому если он пошел на такой шаг, значит действительно там какие-то включаются очень серьезные механизмы, и конечно мы понимаем, что при нашем отношении к Украине, мы понимаем, что в целом американское общество к Украине относится совершенно иначе. Для любого среднего американца это одна из войн, которые происходят в мире. и средний американец действительно не понимает, чем война России и Украины отличается для него от войны каких-нибудь африканских стран, или войны Пакистана и Афганистана, или конфликта Пакистана с Индией, и вот этих всех вещей. Поэтому, конечно, вряд ли очень его отношение к Украине каким-то образом повлияло на его увольнение. Кроме того, мне все-таки кажется, что то, что Такер находится под влиянием российской пропаганды, это безусловно, но я не думаю, что это какое-то осознанное действие. Скорее всего, есть еще такой момент у людей, когда зацепили, то есть, когда тебе все начинают говорить, что ты несешь, что ты чушь меряешь. Ах, чушь, так я еще скажу. Он такой, в общем, из того, что о нем известно, у него как раз такой характер, то есть, ну, на слабо меня будете брать, а я его сейчас возьму, еще хуже сделаю. Поэтому, я думаю, что там он просто у дела закусил, скорее всего. Мне трудно себе представить, чем его могла купить кремлевская какая-то шайка, именно купить. Подкупить, обмануть, внедрить каких-то своих людей в окружение, подсовывать свою информацию, это да. Именно купить, ну, я не уверен, я не буду утверждать, потому что я не знаю, естественно. Просто мне это не кажется очень реалистичным сценарием. Ну, понимаешь, когда ты говоришь купить, существует еще другое понятие шантажировать. Можно шантажировать любовницей, можно шантажировать женой, как Скотта Риттера, которая была переводчицей у него в 88-м году и стала вдруг женой. переводчица русская, которая приставлена к человеку с погонами американскими, этот человек в 88-м году явно работал и сотрудничал с КГБ. Это первый вопрос. Точно так же, как мы говорили о Патерсоне, который, Питерсоне, господи, Питерсоне, у которого вдруг появился несколько лет тому назад взять из России. мы не знаем ничего, мы не знаем подробностей, мы не знаем деталей. Когда я сказала об Украине, я прочитала, извините, цитату из газеты под названием Вашингтон-Пост. Вы в данном случае высказываете свои гипотезы, но Вашингтон-Пост высказал свои гипотезы. И одна из гипотез, естественно, Мердок, который теряет миллиарды денег. Он потерял сначала 800, ему проще было заплатить, за, как говорится, соглашение вот это, которое он подписал и заплатил эти деньги. Но в этом соглашении мы не знаем, что дальше было. Там звучало имя тоже Такера Карсона. Поэтому когда мы говорим о том, что звучат эти имена, мы можем только выстраивать логическую какую-то схему своих предположений. На самом деле только знает Такер Карсон и его работодатель, что произошло. Но те люди, которые вот элементарно сообщили ему об увольнении, они тоже были в растерянном состоянии, потому что никто не предполагал, что вот так вот быстренько с вещами на выход. И он пошел туда. Так что мы сейчас устраиваем просто какие-то гипотетические версии того, что могло бы быть. Но ты заговорил о крыше Карлсона. Вот давай теперь о крыше расскажи. На какую крышу он собирается теперь переходить? Потому что вариантов тоже несколько. Да, вариантов очень много, я бы даже сказал. То есть даже известные варианты, я уверен, что есть еще и неизвестные варианты, и малоизвестные варианты, но поговорим о том, что знаем мы, что стало как бы достоянием общественности, а потом уже поговорим о других вариантах. Значит, первый вариант это телекомпания One American News предложила Такеру Карлсон контракт на 25 миллионов долларов. В общем-то для компании, которая недавно была лишена главных телевизионных платформ, кабельного телевидения на Директ-ТВ, на компании Verizon, на AT&T, на Comcast, это в общем-то довольно серьезное предложение, огромное, я бы даже сказал. Компания Newsmax постоянно сообщает о том, что они устраивают некий опрос среди телезрителей, есть номер телефона, куда нужно отправить текст-месседж, и вопросов всего два, считаете ли вы, что Такер Карлсон должен вернуться на кабельное телевидение, и считаете ли вы, что его увольнение было оправдано. Илон Маск тоже сделал свое заявление о том, что он приглашает Такера Карлсона на платформу Твиттера, и предоставляет ему его эксклюзивный канал, озвучивая контракта, размер суммы не был оглашен, но есть еще предположение о том, что Такер Карлсон может создать свою собственную телевизионную компанию, может присоединиться и принять предложения тех людей, о которых я уже говорил, и кроме этого сделать, создать свой канал на Ютюбе или на Рамблере, и таким образом переманить всю свою аудиторию. Кстати говоря, в отношении аудитории Карлсона тоже стоит поговорить, потому что как в свое время было с каналом Ньюс Макс, когда их сняли с платформы Директ ТВ, многие подписчики Директ ТВ стали отказываться, и когда они увидели, что количество подписчиков понижается не по дням, а по часам, они вернулись к Ньюс Максу, договорились с ними и вернули их на свою платформу. Сейчас то же самое происходит с каналом Фокс. Люди не просто отказываются от канала Фокс, а разрывают контракты, они даже не думают о том, что им нужно платить какие-то неустойки, они уходят полностью из платформ, то есть это касается не только канала Фокс, это касается и платформ, которые их показывают. Или они обновляют пакеты без Фокса, или они полностью расторгают контракты с компаниями, теми же самыми, о которых я уже говорил, три самых больших компании, это Комкаст, Фаэс, Верайзен и Директ Диви. И это безусловно отражается на потерях. А теперь в отношении суда с Доминьоном, вернее договора с Доминьоном, как я уже говорил, договор вообще не говорит о том, что Фокс признал свою вину. Но интересен другой факт. Я просто поинтересовался, что это за компания Доминьон, которая обеспечивает компьютерным обеспечением американские выборы. Оказывается, что это далеко не самая преуспевающая компания. Для корпорации ее максимальный заработок за последние годы, я говорю максимальный, то есть все остальные были ниже, составил 17,5 миллионов долларов. Для корпорации это в общем не такие большие деньги. Я бы даже сказал копейки по сравнению с Google, Apple и так далее. И что следует из этой цифры, что на самом деле я думаю, что вполне можно было эту компанию просто на корню купить за сумму гораздо меньшую, чем 787,5 миллионов долларов, которые выплатил Мэр Дек Руперт. Но я тоже думаю, что в этой ситуации можно говорить и о том, что эта сделка, которая была совершена, мы действительно не знаем деталей этой сделки, мы знаем только сумму. Сумма обозначена. Но возможно все это было сделано как операция прикрытия для того, чтобы свалить все на Такера Карсона и таким образом найти повод для его увольнения. А на самом деле Доминион, как многие считают, что это основная и чуть ли не единственная причина для увольнения Карсона, на самом деле является обычной операцией прикрытия. Тут еще можно в принципе говоря Доминионе, я слышал пару человек высказывал мнение, что это в принципе компания фальшивка, что она чисто сама по себе является прикрытием, а там за ней стоят совершенно другие люди и совершенно другие интересы, поэтому эти официальные все контракты, они в общем могут быть копеечными, но на самом деле там такие игроки, что ты уже ничего с этим не сделаешь. И это в общем, ну судя по всему это похоже на то, потому что такие мелкие компании, как правило, не набрасываются на таких людей, как Выберт Мердок, ну понимая, что кишка тонка просто. Вот, учитывая, что они вот так вот и учитывая, как легко Мердок в общем пошел на договоренность, тут явно в общем понятно, что присутствуют какие-то закулисные договоренности. Да, Микс, в одном я с тобой согласен, что то, как легко пошел на это Мердок, это одно, но с другой стороны кишка тонка, я бы тут не сказал, со всеми изменениями в законах, которые происходят в Штатах, и в судях, которые ведут эти разборки, я думаю, что здесь можно говорить обо всем, чем угодно, иногда какой-нибудь бродяга, типа Джорджа Флойда, мог быть похоронен в золотом гробу только из-за того, что он умер в больнице от передоза наркотиков, но нарратив должен быть другой, должен был быть другим, и вот в этой ситуации, возможно, все что угодно, судьи, ты же знаешь, сегодняшний день в Америке это почти так же, как в Кавказской пленнице, да здравствует самый гуманный суд в мире. Да, ну, это самый гуманный суд в мире. Да, ну, позвольте мне теперь от Такера Карсона к нашим женским скорбам перейти в контексте Дональда Трампа, потому что он, конечно, великий любитель женского пола, и вот сейчас некто Эйджин Кэрол заняла позицию свою определенную, и вот сегодня начались слушания, она судит Дональда Трампа, ни больше, ни меньше, за изнасилование, которое произошло в 1990 году. Это же надо было так долго ждать, чтобы вот сейчас вот вдруг решиться на предъявление судебного иска. О том, как он ее изнасиловал, собственно, ну, она была корреспонденткой журнала Элли, она написала же книжку какую-то. Но теперь я обращаю внимание, женщина вот такого возраста, определенного, как и все те, кто судит Дональда Трампа, вот сейчас из этих женщин, они примерно в одном возрасте, они примерно требуют к себе какого-то внимания, им нужны деньги. И вот мы за ценой не постоим, и надо судить Трампа. Именно в тот момент, когда Трамп баллотируется вот сейчас президент Соединенных Штатов Америки. Мне это очень напоминает дело судьи Кавана, примерно то же самое, то есть все не доказано, но шума много. И этот отвлекающий шум, как Игорь правильно сказал, он прикрывает совершенно другие дела вот именно демократам. Потому что эта женщина не сама пошла, наверное, ей, наверное, предложили, скорее всего, предложили поучаствовать вот в этом шоу, дабы привлечь внимание к этой проблеме и отвлечь внимание от многочисленных дел семьи Байдена. А семья Байдена сейчас, вот знаете, как на сковородке подогревается. И все больше и больше затягивается вокруг них какой-то узелок. И большие неприятности их явно ждут. Я просто жду, когда вот это фурунку наконец-то вскроют, потому что иначе назвать то, что происходит у нас с семейством Байденом неподсудным. Он ничего не боится. Он прикрывается. Ему хорошо, ему сладко. Он жрет свое мороженое. Уже вырвать от этого хочется, от этого пожирания мороженого всюду, куда, где он появляется, везде мороженое должно быть расставлено. Везде какие-то мальчики и девочки его сопровождают. Он обязательно должен потискать кого-то, должен кого-то поцеловать и обнять. Это суть Байдена. И вместе с тем, если вы помните, накануне президентских выборов был такой же скандал, когда Байден повел себя тоже не совсем достойным образом по отношению к женщине. Что сделали все? Прикрыли это дело. А тут, наоборот, раскручивается и даже любое упоминание о финансировании вот этого судебного разбирательства запрещено. и судья Льюис Капу Каплан с такой характерной фамилией, кстати. У нас все судьи. А не его ли родственница стреляла в Ленина? Я, наверное, думаю... Нет, это Сева Каплан родственник той женщины. А у нас другой Каплан. Что, короче, никаких упоминаний не должно быть. То есть это будет проходить за закрытыми такими-то дверями. Мы можем только догадываться. Мы можем только догадываться, но вот шум, когда мы говорим о шуме информационном, любой информационный шум с точки зрения пропаганды имеет одну характерную черту. Он должен сместить внимание с чего-то более важного на что-то второстепенное. И сейчас будут раскручивать именно второстепенное все это. Вы помните информационный шум по поводу Брэга? Очень серьезный был. И очень тихо было сказано, что Брэг отозвал свои претензии к Джордану. То есть у нас сначала вот... Мне это вот Грибоедовское шумим, братца шумим. Вот этот шум идет, вот они шумят, но чем заканчивается шум, это все тихо, спокойно. Волна отошла, цунами прошло. Сейчас будет следующая волна, потом будет следующая волна. Вот сейчас мы пошумим по поводу Такера Карсона. Я как-то меньше всего переживаю за Такера. Он хорошо устроится. И оптимальный вариант для него это своя телекомпания. Это оптимальный вариант, чтобы он ни от кого не был зависим. У него есть зрители, у него есть слушатели. Единственное, что Такер в том, что он говорит, ему бы сосредоточиться не на Украине, ему бы сосредоточиться на выборах наших. Потому что когда он открывает свой рот по поводу Украины, он мне и миллионам людей, которые поддерживают Украину, он становится врагом. Зачем это делает он, я не знаю. но я никак не могу избавиться от этого двойственного отношения к личности достаточно незауреатного журналиста. Я могу тебе сказать, это мое личное мнение, что так же, как я сейчас высказываю свое личное мнение, возможно, Такер Карлсон тоже говорит о своем личном мнении, но всегда, когда он говорил об Украине, он связывал это с расходами, непомерными расходами с бюджета Соединенных Штатов Америки. И в этой ситуации он говорил прежде всего о том, что это слишком огромные затраты, включая, кстати говоря, несколько раз он говорил об этом вкупе с другими странами, перечисляя их и Украина, и Пакистан, и Сирия, и Ордания, и Оман, ну и многие другие страны. То есть все это... Я тебя хочу напомнить, Игорь, коллега мой дорогой, я тебя... Не только, я с тобой абсолютно согласен, что были и другие высказывания, но среди прочего и в основном он говорил о бюджетных проблемах. Ты понимаешь, когда мы говорим о деньгах и когда мы говорим о журналистике, журналистика всегда понятие много не принимается. Принимается, если понятие много, то в сравнении с чем-то. Если он говорит такие вещи, но он говорит, что много-много-много непомерно, а дальше, если он называет президента чужой страны, вот как он называет президента воюющей страны, и подкидывает чистую пропаганду вот врага той страны, это не журналистика, это пропаганда в чистейшем виде. Или же ты, если говоришь много, скажи, сколько потратили допустим средств вот сейчас на Тайвань, сколько средств в 55 миллиардов привезла Камала Харрис в Африку, почему в контексте этого вы говорите? Он все это критикует, все, весь бюджет Соединенных Штатов Америки, и границы, и внутренние расходы, и внешние расходы, в том числе и расходы на Украину, но здесь это я просто высказал свое мнение. Да, да. Я хотел бы просто один нюанс еще. Я считаю, что журналист такого уровня имеет право на свое собственное мнение, даже если мы с ним категорически не согласны. Каждый журналист имеет право на свое мнение, даже если мы с ним не согласны, потому что мы говорим о первой поправке, которая сейчас просто уничтожается именно Байденом и его компанией. Тем более тем более если журналист на любое мнение, да, как я уже сказал, он имеет право, но с одним условием, что он его может обосновать. Не просто так говорить с воздуха, как сейчас на многих каналах говорят о том, что вот Трампа уже обвинили в изнасиловании, все, значит, он насильник, уже все, чуть ли не какой-нибудь там Джек-Потрошитель, все, им не нужно никаких доказательств, как Пелозия заявила, он виновен и все, он должен доказать свою невиновность. А Байден... Вот я как раз и хочу сказать, потому что прозвучало ну иронично где-то, но люди, я понимаю, что вроде в головах происходит по поводу того, что Трамп известен своей любовью к женскому полу. Вот я специально этот вопрос исследовал, я знаю, что это общее место, и все говорят, ну он такой, да, он там такой бабник, Так вот, никаких реальных фактов, кроме трех жен, и между второй и третьей достаточно там пару лет у него там был роман, с одной дамой, больше-то никаких данных реальных о каком-то бабничестве Трампа не существует. Это вот все только бла-бла, которое у всех на ушах, все типа знают, то есть в основном предъявляют то, что он организовал конкурсы красоты, то есть у людей существует какая-то видимо идея, что если ты организуешь конкурсы красоты, то ты непременно со всеми конкурсантками там крутишь романы и так далее, что в общем достаточно оскорбительно, мне кажется, для женщин в первую очередь, потому что, не всякая женщина, которая выходит в публичное пространство, непременно должна себя вести как уличная девка. Там много порядочных женщин, я, кстати, хочу напомнить, что мисс Украина была в 2007 году, Лика Роман, христианка, совершенно порядочная девушка, женщина, и вот пример, вот она выиграла конкурс красоты и без всяких совершенно даже намеков на какие-то непотребности. То есть, совершенно то, что... Федорова, помнишь, ну, мы же понимаем, он такой вот по женщинам слаб, вот нету никакого, я не нашел никаких Я не сказала слаб, я сказала, он любит женщин, любить женщин можно по-разному. Да, Лена. Человек, который, извини, я категорически с тобой не согласна, категорически как женщина я не согласна, потому что только человек, который любит женщин, может устраивать конкурсы красоты, только человек, который любит женщин, может помогать своей дочери создавать одежду для женщин, только человек, который любит женщин, может о них говорить и помогать и делать вот так как это делал допустим трамп то что ему приписывают я это отбрасывая я не знаю я не знаю но я как женщина хочу тебе сказать даже то что его внимание к своим женам к своим детям своим невесткам говорит о нем как о мужчине всегда женщина может почувствовать себя женщины только рядом с мужчиной настоящим противном случае мы все выполняем определенные суммы функции сексуальные понимаешь но я понимаю я с этим не спорю я просто говорю о том что есть общее мнение вот такое о котором я сейчас и сказал и в основной массе людей это это при когда говорят любитель женщин это под этим обычно подразумевают именно определенную ну в русскоязычной среде по крайней мере может быть не среди женщин да ну забудь о русскоязычной среде но мы не находимся мы на этой мы на этом языке красный перансье велюрова из фильма покропские ворота а кто не пьет поэтому я хочу уже в конце нашей передачи очередную вишенку на торте сообщить вот уважаемым зрителям конечно вишневый сад на этой неделе буквально по моему позавчера в белом доме состоялась пресс-конференция которую устроила карин жан-пьер пресс-секретарь белого дома она пригласил подружек которые все принадлежат комьюнити lgbt и одна там выступила так довольно характерно мне очень понравилось она поблагодарила президента байдена за то что он является самым преданным президентом по отношению комьюнити lgbt вот здесь у меня просто вопрос возникает он кому приносил присягу американскому народу или комьюнити lgbt и вообще причем здесь белый дом и подружки карин жан-пьер ну давайте теперь все будет друзей приводить там потом банкета и так далее вопрос очень интересный по моему забавный на злобу дня можно даже сказать ну и у меня тоже маленькая вишенка есть абсолютно не связанная с америка казалось бы но она связана уже с америкой тоже если вы помните имя такое есть джен синда ардерн она была премьер-министром новой зеландии сама ушла в отставку но такая жесткая закручивала все гайки во время ковида устроила там просто китайскую народную республику теперь это дама невероятно гордится тем что ее взяли читать лекции быть профессором в гарвардский университет мне хочется сказать игорь гарвард это недалеко от тебя во что вы превратили гарвард но у меня рядом принстон находится ничем не лучше потому что когда ты почитаешь ты заезжаешь на территорию университета и видишь там на столбах специальное объявление развешено где когда какие лекции должны быть и почитаешь название лекции но там все примерно все критические теории расы и все исторические переписанные моменты существуют и профессора который набирается вот это профессорский состав вызывает одни вопросы а кто эти люди и по какому праву они втюхивают в умы и головы молодого поколения вот ту хрень которую они сами пишут и на ней зарабатывали деньги так что поздравляю вас теперь с профессором джанфиндой арнер вашем гарварде ну мы в гарварде кстати с игорем цесарским были год тому назад а почти чуть меньше в августе прошлого года эту тему как раз игорь и написал материал который был опубликован континенте и на фейсбуке так что тот кто интересуется может прочитать ничего к лучшему не изменилось худшему думаю что да на этом мы заканчиваем нашу программу сегодняшнюю на троих с вами были елена прыгова ник скок и я игорь туфет до новых встреч до свидания и и Продолжение следует...